Итак, мы говорим о том, что проходит время. Следующий собор начинается уже 345 год. Еще собирается собор, то есть собирается христианская не элита, а, как сказать, епископа церкви уже, уже установленная церковь. Проходит какие-то 20 лет, 20 лет перемен, и называется Антиохский собор, Антиохийский собор. Антиохия, если вы помните, да, это одно из мест пробуждения, это сегодняшняя Сирия, там, где чаще всего был Павел. Место, как бы, больше исторического зарождения такого христианства, именно такого, как обращенное из язычников. Этот собор постановляет, если какой-либо епископ, присвитер или диакон осмелится после провозглашения этого декрета праздновать Песох иудеями, собор приговорит его канавами от церкви. Этот собор не только отлучает их от служения, но и всех других, кто и осмелится с ними иметь общение, то есть с иудеями. 20 лет спустя делается декрет или же приказ всем епископам, диаконам, служителям. Если вы будете праздновать иудейскую Пасху, анафема, по этой причине сегодня в церкви не отличается от иудейской Пасхи, или Пасха церковная от иудейской Пасхи. Сегодня отличается по этой причине. Назначили одно время для всех, чтобы это не было в разные времена, потому что по причине того, что календарь и можно было праздновать Пасху в течение недели, в многих местах, особенно в Гилут, это в Рассейне, Пасху праздновали в разных регионах в разное время, чтобы не носить смуту по иудейской традиции. Решили в одно время, это будет воскресенье, это Христос, наша Пасха, и все. Сейчас, когда говорят на Пасху, что Христос воскрес. Какое это отношение имеет Пасхи? Никакого. Мы подсознательно говорим, что да, это Пасха Господи, Христос воскрес. Но реальность такова, что это первые плоды. Ишуа воскрес, первый из мертвых, первенец. Это праздник первых плодов. И Пасха есть Пасха. Иудеи, община первого столетия, до третьего столетия, праздновала Пасху по иудейской традиции. Праздновали выход из Египта, и при этом праздновали то, что называется Машиех, наша Пасха. Он есть агнец, именно в этом, в этой праздничном положении. Почему я говорю об этом? Традиция иудейская сегодня осталась, которая и даже иудеи не могут объяснить, почему они это делают. Например, в иудейской Пасхе, иудейской Пасхе, берется три мацы, три кусочка мацы. Та, которая посередине, они ее ломают, заворачивают в лену, или же в белый платок. Хамец, не хамец, хамец очищается, это афекомен, именно как десерт, самое такое вкусное. Этот афекомен заворачивается и прячется, чтобы дети потом нашли. Понятно? Спрашиваешь, почему? Не знаю. Это символ, это Авраам, Ицаак и Иаков. Почему Ицаака поломали? Ну, это так оно у нас есть. Но, фактически, элемент первоапостольской, или общины первого века, первого-третьего века, празднование Пасха, именно отмечалось таким образом, что прообраз его тела, да, во имя Отца и Сына Святого Духа. Три личности, но это один хлеб, одно целое. Середину брали, как символ Иешуа. Его ломали, как было поломано его тело. Часть его, как бы вот это тело, заворачивали и погребали, то есть прятали. Мы говорим, мы все дети Божьи, да, и поэтому в символах детей они искали этот афекомен, и отец должен был его выкупить, освободить от, именно от этого, пеленов, от платка. Во всем были образы. И я думаю, это лично мое мнение, что не было различия, такого различия сильного, не было сильного различия, что все остальные, даже не евреи, присоединяющие к первоапостольской общине, то есть общине первого-третьего века, они соблюдали праздники, которые были в иудейской семье, и община первого века продолжала жить еврейской жизнью, и Песах был центральным их жизненным праздником, который они переживали. И этот элемент, вот этот один из элементов, который остался в иудейской Пасхе, до сих пор иудеи не могут объяснить, почему так происходит. Но мы знаем, почему даже, будем говорить, Матса, она вся в дырочках. Понимаете, да? Мы не знаем, почему она в дырках. И когда им говоришь, скажешь, почему, чтобы было солнце видно, типа, знаете, так, свет это всего. Но мы знаем, что его тело было, что, ранимо за нас. Оно было, ну, извязано за нас. Он был бычеваем за нас. Поэтому, я, это мое личное мнение, это мое личное понимание, что именно община первого-третьего века, они соблюдали Пасху и в символ, о которых они внедрили в это иудейское общество. И там осталось. И когда церковь, которая построена была в Константином, и реформы, которые пришли с Константином, отделила себя от иудейства, то признаки мессианского движения и мессианской общины, они остались в этих синагогах, в этих еврейских общинах и все остальное. Поверьте мне, что иудеи, которые были верующие, верующие в Вишуа Мессию, они не согласились с тем, чтобы пойти в церковь. Они согласились, чтобы соблюдать, уходить от еврейства, от еврейства как такового. И они присоединились к своему родному, то, что заповедано было в Моисее, то, что Бог обещал в Торе. И они отреклись от языческого христианства и оставались там. Фактически, они, может быть, там и умерли. Может быть, разочаровались в христианстве таковом. Но им легче было оставаться верующими в Вишуа Мессию, исполняя иудейские какие-то принципы, которые были. Хотя сегодняшний иудаизм отличается от иудаизма первого, третьего, четвертого века, шестого и так далее. Потому что уже тогда, уже после реформации самой церкви, каковой, пришли реформаторские движения и в иудейскую систему. Тот же Рамбам, который начинает писать это письмо. Тот же Талмуд, который писался 300 лет. То есть, правила и что нужно делать по иудейской системе. И вот это резкое разделение отразилось на верующих. Им нужно было иметь выбор. Это лично мое понимание вещей, которые происходили в это время. Ладонский собор пишет еще такие пояснения. Канон номер 37. Не разрешается принимать иудейские праздники или праздновать их с иудеями. Праздновать их с иудеями. Канон 37. Христиане не должны уподобляться иудеям и отдыхать в шаббат. но должны работать в тот день. Но если обнаружено, что кто-то иудозируется, то есть, делает себя иудеем, да будет анафема от Христа, то есть, отделен от Христа. Триста шестьдесят пятый год. Через буквально 200 лет, меньше, чем 200 лет, 150 лет, будем говорить, 506 год. Собор в Агди, Франция. 506 год. Собор Агди, во Франции. Агди, А-Г-Д-И. Франция. Клерики. Я не знаю, кто такие клерики. Это служители, да? Те, кто служит в церкви. Не должны принимать участие в иудейских праздниках. Толедо. Помните, где Толедо находится? Испания. Что интересно, 700 лет иудейская община совместно с христианской общиной жили близко друг к другу. Они даже приглашали друг друга в свои собрания и проповедовать друг у друга. Несмотря, что уже католическая церковь тогда уже имела полный расцвет. 777 век. Пасха должна праздноваться по конкретной форме. Во время установленной не киевским собором, а не во время Песоха. Приказ. Приказ какой части, как вы думаете? Именно испанской, где очень много проповедовалось. Даже Раф Шауль или Павел был в Испании, проповедовал там. Поэтому очень важны такие вот моменты. В Испании много было евреев и много было обращенных. Поэтому они держались такого мирного соглашения. Вместе были, праздновали вместе. Даже это было уникальное время. И вот здесь идет, что не должно быть. Пасха должна праздноваться только по никейским постулатам. Это уже по-четски 200, даже 300, 350 лет спустя. Испания держалась до последнего. В 787 году происходит второй никейский собор, где начинается полная иудея ненавидческая доктрина. Мы понимаем, что не все соглашаются, не все общины, которые в бывшей Римской империи соглашаются с этими переменами, которые произнес или принес Константин. Они не были согласны с никейским первым свободом. Но не все. Там начинается «Те, кто открыто или тайно хранят шаббат, следуют другим иудейским традициям, не должны приниматься в общину церковь или участвовать в молитве». Опа! Когда был собор в Явнах? Кто помнит? Валик? Нет, нет, там позже, позже. Посмотрите там. Почему я говорю об этом? Потому что, смотрите, даже в многих местах общины не соглашались с этим. Как вы думаете, кто больше всего не соглашался с теми переменами, которые происходили? Иудеи. Еврей не может согласиться с тем, от чего его отрывают? От заповеди, которые Господь оставил. Они натерпелись? Они много что-то натерпелись? Это все происходит от того, что церковь стала толерантной, плюс они централизованной и стала государственной. подконтрольной. Фактически вопрос такой происходит. Почему? Если многие церкви утверждают, что, как я вот недавно общался с одним пастором, он говорит, даже Павел в начале своего служения сказал удаляться от всех иудейских правил. Если новое движение, которое внес Ишуа Мессия, и Павел его как бы реформировал, стало называться христианским, и ничего не хотело иметь общего с иудейским народом, почему через 700 лет после таких перемен, которые произошли в Иудее, церковь или Женикейский собор начинает об этом говорить или продолжает об этом говорить. Почему? Фактически потому, что все двигались по еврейским традициям и пытались это сделать. исторические записи свидетельствуют о том, что несмотря на жестокие преследования, отдельные группы, которые сохраняли иудейские традиции упорно в течение сотни лет по всей империи продолжали сохранять первоисточник, принципы первой общины. за пределами империи принципы шаббата, принципы иудейских праздников и самой принципы развития общины распространялись и сохранялись еще дольше. На территории Индии, Персии, Китая, Эфиопии они продолжались еще дольше. В Китае, да? Там тоже были наши люди. И немало. Это как Джанатан Бернерс поехал туда общаться с евреями, которые живут в горах еще там китайские евреи. Конечно, они ассимилированы и как бы все, но их отличает большой нос и большие уши, чтобы все нюхать и все слышать. И когда он общался с ними, и он говорит, я еврей, я иудей, родился в еврейской семье в Нью-Йорке и все остальное. Он смотрел, смотрел на него, говорит, ты что-то не похож на нас, на евреев, что-то ты не еврей, не похож на нас. Он говорит, чего, у тебя глаза не те. Ну, как бы так. Но они с имелитой, до сих пор есть этот момент. Мы понимаем, что Второй Никитский собор ставит очень жесткие позиции, относящиеся к отдаленным и маленьким группам, которые еще сохраняли свое первоначальное естество. Это сложно. Сложно понимать. Сложно. по этой причине может быть даже византийская церковь, которую мы унаследовали в Киевской Руси в 11 веке, уже не могла ничего дать иудейского. Мы приняли уже полностью реформированную церковь. По этой причине мы видим другие церкви или деноминации, не желающие даже думать в сторону тех основ, которые лежат в Писании. Да, потому что они приняли уже полностью другую форму. Фактически Константин не только разрушил церковь в основе иудаизма, он положил разрушительную позицию, он связал церковь, как здание с языческим моментом поклонения. Не будем говорить название. Мы не говорим православные. Будем говорить, они родились немножко не во время Константина, чуть-чуть попозже. Да, будем говорить так, да? Будем чуть-чуть попозже. 800-900-е и так далее, и так далее. Микрофон потом. Я думаю, что вы просто не были на уроке, который преподавал нам отец Сергий, он мог бы вам больше дать глубину уже перемен, которые связаны с иконами, с мощами, такой царицы, как Ирина, и еще остальными соборами, которые были изменены, были в одно время отменены иконы и поклонения мощам этих всех епископов поубивали и были выбраны следующие и вернулись иконы и все остальное. Это уже позже. Я говорю о той реформе, которую делал Константин и она заложила динамит фактически во всю сферу христианской жизни. По этой причине иудеи фактически восстали против позиций, которые имеет церковь. Не удивляйтесь, ну, пасу вас, не удивляйтесь. Эта ситуация, она на самом деле положила раздел между даже верующим в Ишуа иудеев с реформой, которая сегодня имеет, не сегодня, а в то время имела так называемая церковь под руководством Константина и остальных там уже реформ, которые были. Это положило очень сильные движения. Мы понимаем, потом начались у нас крестовые походы всевозможные, что еще приложило к плюсу ненависти христианам как таковым, потому что иудеи не могли принять позицию, что Иисус это Бог и так далее, и что их убивает за одну вещь, что они убили Бога христиан, понимаете, да? То есть заложилась ненависть, серьезная ненависть. Это был позор всей церкви, я думаю, что позор до сегодняшнего дня, потому что ушли от основ, которые заложили апостолы и ранее община первого третьего века. Константин вводит язычество в явно 90-е годы. В явно в 90-м году были сделаны некоторые провозглашения иудейской общиной, где были приняты каноны относительно иноверных, то есть инакомыслящих, где отделили иудеев, верующих в мессию, от синагог, как бы так, будем говорить, общий такой итог. И этому послужило не только разделение, которое произошло во времена разрушения второго храма, а и те небылицы, которые были расписаны христианами, не иудеями, то есть не еврейскими христианами. Это позиция, где мы говорили Евангелие детства, помните, да, где еще небылицы об Иисусе были сказаны, где обвиняли христиан, иудеев во всех их делах. В это время и появляется вражда между иудеями неверующими, большая, и отделение верующих иудеев от всех остальных. Окей, император провозглашает себя христианином, но не имея понятия обращения и рождения свыше. До своего откровения, которое получил, если вы помните, он молился высшему созданию на небеса, какое непонятно, смотря на солнце, где он видел потом крест. Почему молился высшему созданию в сторону солнца, потому что он был посвящен, посвященным последователям Митры, персидского бога солнца. солнца. Он просто верил, он был последователем, верил в божество, что солнце это божество, высший бог солнца. видя этот крест, который он видел в видении, он понимал, он думал, что Иисус, Ишуа является этим богом, богом солнца. Образ Митры, да, будем говорить, этот бог солнца явил себя в теле, пришел в Иерусалим, умер изо всех, и что Иисус это было отображение бога солнца. В этой причине многие римские порты были построены в сторону солнца, восхода солнца, даже папа лев второй или первый там очень корил христиан, которые молились утром, поклоняясь на восход солнца. Он очень это был против, противник этого. Это очень серьезные вещи. на Триумфальной арке Константина, возведенной после его обращения, то есть он сделал Триумфальную въезд арку, на которой было изображено божество Митры, непобедимого солнца, бога солнца. Я думаю, что то, что есть высказывание в пороках, что и придет спасение в лучах его, восстанет солнце, восстанет свет спасения. Константин также ввел монету, на которой было изображение солнца. В Константинополе, которое было городом названо в его честь, он ставит большую статую в честь солнца, но с ликом самого себя. Спасибо. я не знаю. Вопрос уже может быть самим Константину, но несмотря на то, что помните, мы говорили, что воскресный день был принят в 321 году, Константин сделал христианский день поклонения, это воскресенье, он назвал день это день Христа. Воскресенье, в день солнца, воскресенье, день солнца, Слово воскрес, то есть поднялся. назвали этот день в честь языческого Бога. Я думаю, что непонимание сущности возрождения свыше подтолкнуло Константина к этим реформам, где язычники спокойно влились в этот новый образ религии, где были заменены все это. В раскопках Рима, которые относятся к 4 веку нашей эры, нашли мозаику, которую на котором был образ Христа в виде образа солнца. Если вы заметите очень много. Не будем называть имен, да? Даже больше того, есть эта гравюра или же эта мозаика, где Господь Ишуа, типа Господь Христос, едет по небосводу на колеснице в виде солнца. Восхождение и захождение, да? Это мозаика 4-го столетия. Понимаете, о чем он говорит? Вот эти непонятия, что к чему. К концу 5-го века. Помните, мы говорили, что строилась тогда уже церковь Петра, тогда начинала строиться. Так сегодня называем его Ватиканом. Это же не было сразу таким огромнейшим зданием. Фактически приходящие в храм должны были зайти туда, повернуться к двери, которая была на восток и поклониться на восток. ссылаясь на то, что Даниил делал, помните, да? Молился куда? В сторону Иерусалима. Ну, бывает так. Понимаете, да? То есть пытались связать одно с другим. Давайте откроем Эзекииля 8 глава. Попробую сейчас найти это место. 8 глава. 16 стих. Ну, нужно читать вообще с 6-го. Там сказал он мне, сын человеческий, видишь ли ты, что они делают? Великая мерзость. Великая мерзость. Какие делает дом Израилев здесь, чтобы я удалился от святилища моего? И до 16-й стих. И ввел меня во внутренний двор Дома Господня. И вот, у дверей храма Господня между притвором и жертвенников около двадцати пяти мужей стоят спинами своими ко храму Господню. А лица свои на восток и кланяются на восток солнцу. Ну, я просто вам говорю, Бог говорит, это великая мерзость. Бог, он очень ревнитит. И Константин делает эту вещь, будучи сам прошлым язычник, видя, что такое совпадение солнца, крест, Христос, Митра, храмы построены, да, можно заходить, поворачиваться, поклоняться, то есть, и это, Бог говорит, это мерзость. Мерзость. Наплыв языческого мышления повлияет на всю церковь в последние тысячу с лишним лет. вот эта перемена, она повлияет на всю церковь. И мы называем это дни, дни или век, века полной тьмы и затмения. Ранее община, то есть, община первого, третьего века праздновала библейские, Богом установленные праздники. И мы знаем их. Мы знаем эти праздники. Господь говорит, вот праздники мои. Эти праздники какие? Первое. Шаббат. Да? Первое это Шаббат. И он говорит об этом. Потом Песах. Потом Шабаут. День Петердесятницы. Потом Роша Шана. Это трубный день. То есть, когда трубят. Потом Йом Кипур. Потом что у нас? Суккот. И есть еще один праздник. Называется праздник деревьев. То есть Тубешват. Это праздник, который там праздник и Господний. Ханук не является Господним праздником. Чтобы вы знали. И Пурим тоже не является праздником Господним. Два праздника, которые праздновались народом в честь великой победы Божьей в этих вопросах. Хотя и этот праздник Иешуа тоже праздновал. Это постановление было сделано в роды и роды. И мы это видим фактически Новый Завет Новый Завет Придхаташа показывает нам, что этот праздник праздновали. Праздник Хануки или День Обновления. Написано была зима, был праздник Обновления. Это был праздник у нас Хануки. Что интересно, что вы если возьмете Танах, вот то, что у нас сейчас есть, мы не видим там этих праздников. Почитайте вашу Библию, которая у вас есть, каноническая, которая пользуется церковью. Там вы не найдете этого праздника, что праздновали. А в Новом Завете показано, что Иешуа этот праздник праздновал, значит он еще и Новозаветный праздник, который нам Иешуа оставил. Так что нельзя говорить, что это иудейский праздник. Это наш праздник. Амин. До Константина, послушайте внимательно, до Константина, мессианская община христиане, христиане, христианская община три века не праздновала Рождество. Хотя мы имеем полное право это сделать, но они не праздновали. Потому что у язычников было такое понятие, как солнцестояние. Праздник солнцестояния, которое праздновалось 24 на 25 декабря. По иудейским пророчествам, по иудейским признакам пришествия, рождения мессии совпадает больше у нас с суккотом. Понятно, да? Больше праздновалось с суккотом. Это время. Конечно, мы можем в этом поспорить, говорить об этом, но при всем этом нам нужно помнить, что этот день 26 25 число это праздник солнцестояния. Я не стесняюсь того, чтобы праздновать еврейское Рождество. Когда тебе так? По-настоящему. Нет в этом проблем. Но когда я поздравляю всех служителей церкви, поздравляю вас с еврейским Рождеством, они сначала удивляются, каким еврейским Рождеством. Знаете, такие в шоке, что значит еврейское Рождество. И я начинаю цитировать местописание. Ибо родился вам царь, да? И владычество на раменах его. Родился он где? В Беффлегеме, то есть доме хлеба. Родился царь какой? Иудейский. Так что с иудейским Рождеством, дорогие друзья. Они, конечно, в шоке, не могут понять, к чему это. Мне нет проблем с этим праздновать. Я бы хотел, чтобы мы отмечали не просто Рождество, а на самом деле рождение Ишуа Мессии. Потому что сегодняшний день постсоветском пространстве люди все-таки живут прошлым. Что действовало в старые времена, празднование Нового года, Дед Мороз Снегуронька, которая прообраз бесов, тех языческих народов, которые жили в России, в этих трущобах здесь, приносили им жертвы. Это был демон, Дед Мороз такой, да. И не просто так это все. Приносили жертвы и украшали елочки, всеми внутренностями жертв, которые приносились. Вот вам и гирлянды откуда пошли. Понятненько, Я вам простенько, так интересно вам говорю. Это момент. Ну, Снегурочки это другой совсем вопрос. Я хочу, чтобы вы понимали ситуацию. когда церкви, когда церкви или христианские общины начинают путем Нового года, или Деда Мороза, или Снегуроньки, елки, этого подобного языческого праздника приглашать на Рождество и потом им говорить о Христе, для меня это большой шок. и не потому, что они не знают, они пытаются просто старыми методами, которых они жили в Советском Союзе, да, как привлечь людей. Ёлка, Новый год, Дед Мороз, зайцы, потовые, переодевалки всевозможные, кабачок 13 стульев и пошло-поехало, и при том всем завязать, это все, за нас умел Христос, или Христос для нас родился. Я считаю, что это очень и очень безбожно и неправильно. лично это мое личное мнение. Конечно же, можно говорить о том, что у нас гегерианские календарь, или там еще календарь, который мы празднуем 24-го, почему по-старому, по-новому стилю. Я не за то и не за это. Я за то, чтобы люди справедливо подходили к тому, что Бог нам дал этот дар, дар нашего спасения, что родился нам в шеях. Но не рождение само важно, а его смерть и воскресение из мертвых. По этой причине фактически мессианская община первых трех столетий не праздновала Рождество Мессии. Во-первых, нет смысла, нет никакого сенса, чтобы праздновать это все. Понимаете, да? Для них, как Павел говорит, да, Мессия умер, но и воскрес для нашего оправдания. Песах самая главная центральная позиция иудаизма, в которой Бог открывает свой план спасения для всего человечества. Понятно, да? и для первой общины первого столетия, трех столетий, да, или первого столетия, это самый главный праздник, который они могли праздновать. Не рождение, а смерть и воскрешение. Солнцестояние и Константин, который приносит язычество в церковь, становятся основным, как бы, таким, рождением мессии. Это ситуация, которая до сегодняшнего дня болезненный вопрос между иудеями и христианами. Окей? Продолжение следует...